Почему у нас так получилось, что МЧС стал сопротивляться здравому смыслу и стали заниматься всеми этими БЧБшниками и вообще привлекать и сотрудничать с милицией? Это что, сейчас если украинский флаг повесить где-нибудь на дереве, вы тоже приедете его снимать? Подождите, давайте начнем с того, что вы позвонили на прямую линию. В соответствии с законом обращений граждан вы должны представить. Ольга Викторовна. Ольга Викторовна. Суть вопроса. Суть вопроса, почему МЧС занимается такими вещами, как снятие флагов, например, БЧБшных, в то же время, когда красно-зеленый флаг вы почему-то не снимаете. Чем вы вообще руководствуетесь? Почему ваша вот эта идеология противоречит здравому смыслу и конституции вообще? Ну, давайте начнем с того, что вы позвонили в учреждение образования. А что это за учреждение? А, университет гражданской защиты? Университет гражданской защиты, да. Я заместитель начальника университета по идеологической работе и кадровому обеспечению. То есть в мою компетенцию входят вопросы по поступлению, прохождении здесь уже службы в период обучения и так далее. Скажите, а если оппозиционер человек, он может к вам поступить? Ну вот он откровенно не любит Лукашенко и не хочет, чтобы он был президентом. Это можно вот так? Есть правило поступления в учреждение образования, и там нет ни одного слова «оппозиционер» или «неоппозиционер». Ну, я ответил на ваш вопрос? Ну, в принципе, да. Но если будет он, вот студентов задерживали весь прошлый год, например, за наклейку там на ноутбуке, там красно-белую, вот, так у вас тоже так будет? Если ленточку повесить, например, бочебешную на рюкзак, можно студентам или нельзя? Есть у нас всевозможные, ну, не всевозможные, а есть определенные нормативные правовые акты по символике, по ее размещению и так далее. Поверьте, если у нас курсант будет обучаться, вот, и где-то будет, скажем так, принимать участие в каких-то несанкционированных мероприятиях, естественно, к нему будут применяться все меры, предусмотренные законодательно. То, что я вам нового ничего не скажу, кроме того, что все эти нормативные акты определены. Мне просто интересно вообще, вот, наши чиновники, вот, люди, которые занимают идеологически вот такие посты, вот, у вас же вообще нельзя иметь собственное мнение или какую-то позицию гражданскую, да, то есть надо только поддерживать то, что спущено сверху и по-другому никак. Ну, вы узко мыслите и неправильно выражаетесь, на мой взгляд. Вот. Что значит иметь свою точку зрения? Мы, наоборот, воспитываем в наших обучающихся, чтобы они самостоятельно принимали решения, имели свою точку зрения. Ну, и поймите, что проходить службу в органах и подразделениях, и, как вы, в вашем понятии, делать только то, что им говорят, ну, тут не получится, они спасают людей. И если он не будет иметь ни свое мнение, ни, как-то, руководствоваться прежде всего тем, что он должен спасать людей, то это не будет спасателем. Да, ну, вот просто понимаете, какая с МЧС история? Вместо того, чтобы спасать людей, то они занимались, ну, какими-то странными вещами, типа снимали флаги, там, то, сё, хотя, как бы, МЧС это вообще никак не касается. Ещё раз говорю, вы позвонили в учреждение. Да, я понимаю, я понимаю, да. То есть, всё, что касается обучения, предоставления образовательных услуг, то здесь этот ваш вопрос, это не к учреждению образования, это вопрос на местах, если вас интересует по Гомельской области, то, пожалуйста, обращайтесь на прямую линию в Гомельской области. Если вас интересует вопрос по всему МЧС, на мою компетенцию входит именно поступление, прохождение обучения, выпуск, распределение, пожалуйста, я готов ответить на любые ваши вопросы. Просто немножко, я, тут немножко вы, как-то сказать, узко задаёте вопрос и делаете в своём вопросе свой же вывод. Вот, вы пересмотрите, и с какой целью вы это спрашиваете? Хочет ребёнок поступить ваш? Не, я ещё сама ребёнок, ещё мой ребёнок не хочет ещё поступить. А, вы ещё ребёнок, то есть вы хотите поступить в учреждение образования? Ну, в МЧС, вообще, конечно, я считаю, что ваша профессия благородная, нужная, правильная, но считаю... Оппозиционеры, я же вам ещё раз сказал, в правилах поступления нет ни одного слова про оппозиционеров и так далее. Есть требования к кандидату для поступления. Ваша годность для поступления определяется в Октябрьском райотделе по чрезвычайным ситуациям. Комплектующим органом является Гомельская область. Вы обращаетесь по месту жительства с заявлением о том, что вы хотите поступить. Вас оформляют, направляют для прохождения комиссии. Вот, проходите специальную проверку, установленную нашими нормативными актами. Про профотбор, это уже сдаёте ЦТ, подаёте документы, всё. Если у вас будет достаточное количество баллов для поступления, вы будете зачислены. Окей, я да, я понимаю. Да, ну, ясно. Я просто хотела бы, чтобы наши идеологические работники исходили из интересов мирного населения, тех людей, которых вы должны спасать и защищать. Я ещё раз говорю, все наши нормативные акты направлены, прежде всего, на спасание жизни людей. Ну, у нас все нормативные акты, в том числе и против здравого смысла, как по мне, да, и вот это меня очень печалит, то, что взрослые люди, вот как вы, например, с образованием, с должностью, там, наверное, со званием каким-то, но, тем не менее, получается, что все безропотно приняли вот эту ситуацию сегодняшнюю, в которой Беларусь участвует. И то, что и обломки какие-то на нас летят, и санкции. В чём, где Беларусь участвует? Ну, в чём? Ну, мы же не будем отрицать то, что Беларусь участвует в той самой спецоперации, как они её называют. И нам от этого прилетают и санкции, и повышение цен, и то, что нашим людям будет тяжело жить. И почему-то наше всё государство, и вот та же идеологическая служба абсолютно не думают об этом. И вот идут на поводу просто каких-то неправильных вещей. И мы там всё время про мир говорим, то, что мы против войны, мы против войны, но это такое враньё. У нас наша военная доктрина так там и прописана, что мы не участвуем ни в каких военных конфликтах. В том-то и дело, что только что прописано. Но по факту это всё совершенно не так. Абсолютно не так. Ну, вот так не так. Опять же, ещё раз говорю, вы ставите вопрос и сами на него отвечаете, потому что у вас уже сложившаяся определённая точка зрения. А вы возьмите немножко шире, посмотрите на все эти аспекты, которые вы озвучиваете. Ну, где наша Беларусь участвует? Ну, из Беларуси танки вышли. Из Беларуси ракеты выпускают. Я живу недалеко от Калинковича, мы это видим. Выпускается не Беларусь. Ну, слушайте, но мы же предоставили территорию. Вы видели вот эти новости про Бучу? Вы представляете, что если бы Беларусь не дала места для того, чтобы разместить эти войска, чтобы выпустить эти танки, то люди остались бы живы. А вы на 100% уверены, что это всё-таки вооружённые силы России разбомбили Бучу? И расстреляли там, вернее, людей? Конечно, ну что вы? Ну, а почему вы так считаете? Потому что это доказано вообще всем миром, и там постоянно идут расследования. Нет, это без доказательств. Андрей Михайлович, это вот так вот страшно, то, что вы взрослый человек, вот такие вещи. Вы опять же говорите то, что вы посмотрели только на одном каком-то интернет-ресуре. Посмотрите их 5-10, посмотрите. А вы какие интернет-ресурсы смотрите? Какие вы рекомендуете? Где надо расширять свои понятия о том, что происходит? Их не надо расширять. Нужно, во-первых, посмотреть... Ну вот я BBC читаю, например. Одна сторона и то, что предоставляет другая. Ну да, я видела, что Россия пишет о том, что они сами разбомбили. Но это же, ну, бред собачий. Это же абсолютно они находились полностью под контролем российских войск в те времена. И уже эксгумацию тел провели. И есть результаты анализов. Ну, как бы, как можно это игнорировать? Это все в широком доступе или это... Это есть все в широком доступе. Нету этого. Это есть. Ну, просто я не... Ну, где нету? Ну, в BBC есть, например. Ну, так BBC, опять же, она ссылается на какие-то сведения. Она ссылается? Как не предоставлять? Ну, подождите. Ну, так и не предоставлять. Но они же предоставляют. Когда они начали предоставлять, их поймали на лжи. На лжи, они быстренько все... Мировая общественность. Та же Российская Федерация предоставила свои снимки. Какие снимки? Видео. Вы видели видео из спутников? Видели? Конечно, я видел. И с одной стороны, и со второй стороны. И уже четко есть доказательства того, что то, что предоставляет BBC, это подделано, да? Ага, все, подделано. Вот сегодня уже новость свежая, пожалуйста. Ох, Андрей Михайлович, боже-боже. Как нам, как нам, белорусам не повезло? Вот я, вот про что. Ольга Викторовна, я еще раз вам говорю, вы прежде чем делать какие-то выводы, вы посмотрите несколько источников. Ясно. Ну, в общем, мне вам больше нечего сказать. И вы тогда составите свою... Бог вам судья. Бог вам судья. Вот. То, что вы участвуете в этом, то, что вы это поддерживаете, это все очень и очень печально. И, к сожалению... Я ни в чем не участвую. Вы участвуете, участвуете. Это ваши какие-то... К сожалению, белорусам придется долго расхлебывать вот это все. Мы очень сильно испортили и свой имидж в мире, и пострадают люди, очень пострадают, потому что у нас в Октябрьском и так зарплата там мелкая, да. То есть цены выросли в два раза, и люди сейчас будут на грани выживания. И все это ради каких-то больных амбиций, старых дедов, к сожалению. А молодые люди, которые могли бы строить нормальную жизнь, поддерживать экономику на хорошем уровне, чтобы наши люди имели возможность и мир посмотреть, и поесть вкусно, и дома ремонт сделать какой-то. Но мы пошли по пути поддержки просто бреда. И это очень печально. И очень печально, что вы взрослый, умный, образованный человек. Вот это все поддерживаете и участвуете в этом. Вот это наша беда. Вы делаете выводы на своих каких-то суждениях. Я еще раз объясняю. Вы поставили несколько вопросов. Я на них ответил вам. Я на них ответил. Дальше мы начинаем же вступать с вами в полемику. И я, ну, если, как это объяснить, не вижу смысла в нашем дальнейшем разговоре, потому что у вас узкая точка суждения. Да, у меня узкая, да. Если вам от этой мысли легче, что у меня узкая точка зрения, то пусть будет так. Мне очень обидно, что наша молодежь, наша молодежь, очень сильно на нее влияют вот эти, именно, как так сказать, то, что они подвержены. Да. Также и меня, как молодежь, очень расстраивает, что наше взрослое население не имеет вообще навыков критического мышления, не умеет обрабатывать информацию и поддерживает античеловеческие, античеловеческие вещи. Да. Но мы с вами не поймем друг друга. И, к сожалению, из-за вот таких промахов, тех самых взрослых, мы, молодежь, очень сильно пострадаем в будущем. Еще и нашим детям достанется. Вот. Я считаю наоборот. Ну, вы можете считать что угодно, но, знаете, на реальность это никак не влияет. О, Боже мой. Если, слушайте, если вы называете то, что сегодняшняя ситуация в Беларуси, это что, это под контролем, то у меня для вас плохие новости. Вот и все. Читайте книжки, развивайтесь, иностранные языки, может быть, учите. Я на ваш вопрос ответил? Да, да, все отлично с этим. Я считаю тогда, что свою функцию я выполню. Молодец, молодец, выполнил свою функцию. Все, до свидания. Спасибо. До свидания.